Полина Мыслейко углублённо изучает русский язык с пятого класса. Уроки в школе, домашняя работа, дополнительные занятия и упражнения со звёздочкой. Всё это не просто нравится девушке, но и подогревает её интерес. К участию в Олимпиаде Полина подошла серьёзно, а потому не столкнулась с особо сложными заданиями. Труднее всего девушке далось само написание Олимпиады. Подготовка. Это тяжело. И тяжело приехать и на нервной почве, наверное, всё писать. Было страшно немного, признаюсь. Очень приятно, на самом деле, пройти дальше, занять какое-то место. Это подтверждение моим стараниям и всем другим олимпиадникам. Я тоже желаю удачи, я желаю тоже огромных успехов во всём. На областном этапе Олимпиады по русскому языку Полина Мыслейко заняла второе место среди учащихся девятых классов. А в этой же категории, только по предмету география, первое место завоевал и Арсений Янович. Трудолюбие молодого человека отмечает и его преподаватель. То, что он получил, вот диплом первой степени, я так думаю, это не случайно. Потому что мы много работали, работаем и учебное время, и после уроков, и на каникулах, даже зимних мы не отдыхали. Потому что объём информации по географии очень большой, и надо всё успеть. А для этого надо много работать. И мы работаем много. Арсений Янович хорош не только в географии. Также юноша принимал участие в Олимпиаде по физике и на отлично знает остальные предметы. Потому-то его портреты красуются на стенде отличники учёбы. Я очень рад, что занял первое место. Это было неожиданно. Я, если честно, даже не рассчитывал на такой высокий результат. И нужно сказать, что остальные участники тоже были очень сильными. И задания были не из лёгких. Наиболее сложным заданием мне показалась расшифровка аббревиатур международных организаций. Так как они малоизвестны, и было весьма сложно. Каждый преподаватель 11-й школы заинтересован в результатах их учащихся. Изначально очень много внимания уделяем их развитию. Развитию их способностей, творчества, таланта. Приходя в школу, ребята уже с первого класса тестируются на определение своих способностей. Чтобы качественно учить детей, сами преподаватели также постоянно обучаются и совершенствуются. Издят на семинары и тренинги, что в принципе и способствует высоким результатам учеников. Продолжение следует...